Вчера в дежурную часть отдела полиции номер один в составе МВД России по городу Саратову с заявлением о мошенничестве обратился 64-летний житель Энгельса. Завитель сообщил сотрудникам полиции, что стал жертвой мошеннической схемы. С 31 июля по 7 августа он общался с неизвестным, который представился сотрудником ФСБ. Собеседник сказал, что на имя мужчины злоумышленники оформили кредиты, деньги пойдут на совершение противоправных действий. Чтобы остановить преступников, развернута целая операция и без его помощи не справится. Под руководством ЛЖС сотрудника службы безопасности мужчина оформлял кредиты в банках Энгельса и Саратова и частями переводил деньги на якобы безопасные счета. Общая сумма переводов составила 6 миллионов 299 тысяч рублей. После того, как все это прошло, наступили выходные, была тишина. Сегодня опять раздался звонок и мне сказали, что обнаружена новая заявка, которую также надо перебить. Ну и естественно, у меня это вызвало уже подозрение и я решил прийти в полицию. У меня в полиции подтвердили, что это мошеннические действия. Голос был уверенный, серьезный, хорошо поставленный. Говорил с явно руководящими интонациями и мне даже ничего, как говорится, не подсказало, что это не тот человек, за которого он себя выдает. Так что людям нужно быть осторожнее, слушать, что им говорят и критически осмысливать то, что сказано им. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ведутся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск подозреваемых. Полиция напоминает, безопасных или резервных счетов не существует. Это уловка мошенников. Сотрудники правоохранительных органов или банков никогда не просят совершать какие-то манипуляции с онлайн-банкингом, не спрашивают реквизиты, коды и пароли, не направляют никаких ссылок и не просят установить какие-либо программы и тем более оформить кредит. Если звонящий вам человек поступает именно так, знайте, это мошенник. Если собеседник сообщил вам неприятные новости, постарайтесь сохранить спокойствие и принять меры к тому, чтобы проверить, являются ли его заявления правдивыми. Никогда не переводите деньги по указанию неизвестных, кем бы они не представлялись.